Здравствуйте друзья! Некоторое время назад я делал видео про модернизацию своего источника бесперебойного питания АПС-650. Изначально у него не было никаких интерфейсов, позволяющих снимать с него хоть какую-то информацию, но при этом со своей задачей он справляется хорошо, необходимости в его замене я не вижу. Поэтому для добавления в систему умного дома я провел его модернизацию, в результате чего получил возможность определять входную и выходную употребляемую мощность, момент его отключения и, соответственно, фактическое время его работы и количество энергии, которую он может отдать. Так как в результате многочисленных срабатываний его штатный свинцовый аккумулятор потерял большую часть емкости, я решил заменить его. Об этом и доработке логики в Home Assistant вторая часть моего обзора. Я решил пойти по более сложному пути, не просто заменить старый аккумулятор на новый, но и изменить его тип. Я остановил свой выбор на литий-железо-фосфатных аккумуляторах, с жизненным циклом в несколько тысяч зарядов-разрядов. Чтобы не ждать доставки по морю, я нашел и купил их на месте, к слову цена получилась немного выше, чем в Китае. При выборе размера и емкости аккумуляторов, я остановился на четырех элементах 33-140, то есть 140 мм в длину и 33 мм в диаметре. По моим расчетам они должны были поместиться в корпус бесперебойника, мне не хотелось иметь внешний аккумулятор. Емкость 15 Ач. Должен сказать, что эта палка о двух концах, растет не только время автономной работы, но и время зарядки аккумуляторов. Если электричество отключается постоянно на периодической основе, то конечно они не будут успевать полностью зарядиться. На момент съемки этого видео у меня с подачей электричества все нормально, редкие единичные случаи отключения связанные с какими-то авариями, так что с зарядкой даже длительной проблем не будет. Я собрал батарею 4S, то есть последовательно соединенных аккумуляторов. В этом мне помог мой аппарат точечной сварки, про которую я рассказывал в одном из обзоров, ссылка в описании. Из-за особенности расположения в корпусе бесперебойника, немного скошено в сторону. Стандартное напряжение Li-Etherum PO4 аккумуляторов 3,2 Вольта, соответственно батарея 4S 12,8 Вольта. Это позволяет использовать ее в таких бесперебойниках без переделки. После сборки аккумуляторной батареи, отбалансировал ее при помощи IMAX B6 mini, которая у меня есть с давних времен, когда я занимался тестами аккумуляторов. Задача состояла в том, чтобы у всех ящейк аккумуляторов было одинаковое напряжение. На самом деле именно этот момент был больше показательно перестраховочным, так как для этой цели обычно используется плата BMS. Battery Management System сокращенно BMS, это плата, в задачу которой входит контроль заряда-разряда аккумуляторных батарей, защита от короткого замыкания, глубокого разряда-перезаряда. Я выбрал вариант с функцией балансировки. Именно ее я ждал, так как решил заказать на Алиэкспресс, ссылка в описании. Эта модель рассчитана на работу с 4S батареей Li-Etherum PO4 аккумуляторов, имеет контакты для подключения общего плюса и минуса и каждого элемента по отдельности. Для этого в комплекте идет и специальная колодка с шлейфом из 5 проводов. Для подключения батареи к внешним контактам, зарядке и нагрузке используются отдельные контакты P+, P-. Таким образом батарея находится под управлением BMS, которая будет при необходимости отключать ее от нагрузки или зарядки, а также осуществлять балансировку. Пора приступить к сборке. В BMS припаиваю разъем для балансировочных проводов, я решил использовать комплектную колодку. Провода все остаются одного размера, ничего не подрезается. При необходимости вместо колодки можно использовать контактные площадки, подписанные B-, 1, 2, 3 и плюс. Контактам P+, P- разъемы для нагрузки и зарядки. Собираю все в одну батарею. Для первого теста оставляю доступ к BMS, все держится благодаря старой доброй изоленте. Синюю не нашел, поэтому использую черную. Первый и третий контакт балансировочного разъема, припаяны к соединениям между первым, вторым и третьим, четвертым аккумулятором. Счет начинается с минусового контакта. Тут плюс-минус и второй контакт балансира, он между вторым и третьим аккумулятором. Соединения легко перепроверить, прозвонив их с контактными площадками на самой BMS. И силовые контакты. Толстым проводом B+, B-, на вход и выход аккумуляторной батареи, контакты P+, P-, внешние. В моем рабочем режиме мощность устройств подключенных ТБП 35 Вт. Мощность на ходе при заряженном аккумуляторе порядка 45 Вт. Первый тест я проведу на электронной нагрузке, тут я поставил ток разряда 4 А и напряжение отключения 8 В. БМС должна отключить раньше, заодно и проверю. При таком токе мощность будет порядка 50 Вт. Запускаем тест. Вот так нагрузка подключена к аккумулятору. Напряжение около 13,4 В, это почти 53,5 Вт, намного больше, чем будет его рабочая нагрузка. Тест длится более часа, отдано более 55 Вт. Часов энергии. Плата БМС и аккумулятор комнатной температуры, какого-либо нагрева не наблюдается. Продолжаем тест. Тест длится более 2 часов, отдано почти 110 Вт. Часов энергии, это уже больше, чем полная штатная емкость, установленного сейчас в бесперебойник аккумулятора на 9 Ач. До разряда еще далеко, о чем говорит напряжение в 12,7 Вт. Нагрева по-прежнему не наблюдается. Прошло более 3,5 часов, отдано 192 Вт часа энергии. Это расчетная емкость аккумулятора на 15 Ач, при напряжении 12,8 Вт, по 3,2 Вт на ячейку. Полный разряд уже близок, о чем говорит напряжение, менее чем 10,5 Вольт. Скоро БМС должна отключить аккумулятор от нагрузки. После падения напряжения менее 10 Вольт, БМС отключила аккумуляторы, тест завершен. Отдано 194 Вт часа энергии. Эту емкость я буду считать исходной, как 100% при использовании в расчетной формуле Home Assistant. Теперь финальный этап перед установкой бесперебойник. Вся сборка запаивается в термоусадочную пленку для аккумуляторов. Ссылку на проверенного продавца пленки оставлю в описании. Нужно полностью зарядить аккумуляторы, в дальнейшем у меня за это будет отвечать уже сам бесперебойник. Я использую автоматическую зарядку для автомобильных аккумуляторов. Кстати, именно такие чаще всего используются совместно с бесперебойниками. Она, будучи подключена контактом аккумулятора, при пропадании внешнего питания, работает как индикатор разряда и запоминает установленный режим работы. При возобновлении питания, она автоматически начинает заряд. Это позволяет использовать совместно с бытовыми ИБП, подобными как у меня, внешние аккумуляторы с емкостью 50 и более Ач и не ждать несколько суток до полного их заряда. Но, как я уже сказал, я хочу обойтись штатными возможностями своего бесперебойника без подключения внешних устройств. Заряд идет до 14,4 вольта, что соответствует напряжению 3,6 вольта на каждой ячейке. Это стандарт для литий-ферум PO4 аккумуляторов, что и позволяет использовать их без каких-либо переделок в бесперебойниках, предназначенных для свинцовых аккумуляторов. Пока аккумулятор заряжается, хочу несколько слов сказать о логической части. В первой части я подробно рассказал о созданном мной пакадже с сенсорами и автоматизациями для контроля, уведомлений и тестирования бесперебойника. Но за прошедшее время я внес в логику пару исправлений и дополнений, о которых хочу сейчас рассказать. Начнем с исправлений. Я создал сенсор для определения собственного потребления бесперебойника, которое рассчитывалось как разница мощности на входе и выходе. Суть верна, но один момент изначально я не учел. В случае, когда внешнее питание отсутствует, соответственно и розетка, показывающая мощность на входе, недоступна. Сенсор принимает отрицательное значение. Это ошибка, которую нужно было исправить. Новый вариант сенсора содержит в себе проверочное условие. Значение мощности на входе бесперебойника должно быть больше, чем на выходе. При его соблюдении сенсору будет присваиваться разница между мощностью на входе и выходе. Иначе, это условие работает когда внешнего питания нет. Сенсору будет присвоено фиксированное значение в 10 Вт. Это усредненное потребление бесперебойника при полностью заряженном аккумуляторе, который я определил опытным путем. Вторая поправка касается формулы подсчета энергии, которую отдает бесперебойник в автономном режиме. Напомню, эта автоматизация, которая работает при отсутствии электричества, каждые 30 секунд суммирует значение мощности с выхода бесперебойника. Ошибка состоит в том, что она не учитывает его собственное потребление, те самые условные 10 Вт. Поэтому формулу расчета я добавил к выходной мощности и внутреннее потребление, которое тоже ложится на аккумулятор. Таким образом, тест проведенный в первой части, хотя и дал корректные данные по времени автономной работы, напомню, он продержался чуть более часа, но по количеству энергии результат был занижен. Следующее исправление связано не с ошибкой, а с установкой новых аккумуляторов. Для подсчета процента от фактической емкости, ранее я использовал значение в 108 Вт. Это паспортное 9 Ач старого аккумулятора, умноженное на 12 В. В новой формуле я использую значение, которое получил при реальном тесте на разряд 194 Вт. Это поможет понять в том числе и КПД бесперебойника. В первом варианте package, значение в процентах выдавалось только при проведении тестового прогона, сейчас я добавил его во все автоматизации, те что отрабатываются при реальном отключении электричества. Теперь перейдем к новым функциям. Определив опытным путем, сколько потребляет бесперебойник в стандартном режиме, я создал еще один сенсор, который будет отслеживать процесс заряда аккумулятора. Он будет срабатывать через 30 секунд после того, как разница между мощностью на входе и выходе превысит 14 Вт. Отключаться через 30 секунд после того, как потребление бесперебойника упадет ниже. Завышенные до 14 Вт потребление и 30-ти секундные задержки нужны для отсекания мусорных всплесков, которые изредка, но бывают. Далее использовал ту же самую логику, что при расчете времени автономной работы. Создал два поля ввода даты и времени для фиксирования начала и завершения зарядки. И создал две автоматизации. Первая, будет записывать время начала и завершения процесса зарядки аккумулятора. Срабатывает она по одному из двух триггеров, включение сенсора зарядки, это значит что более 30 секунд внутреннее потребление превышает 14 Вт, или выключение, то есть потребление упало ниже 14 Вт. В первом случае, когда сенсор имеет статус включено, записываем текущее время в первое поле, которое называется старт. Во втором, когда статус выключено, записывается время завершения в поле с названием Stop. Вторая автоматизация, которую решил для удобства сделать отдельно, хотя их можно объединить в одной, следит за теми же двумя триггерами включения и выключения сенсора зарядки. В первом случае отправляется уведомление о начале процесса зарядки аккумулятора, берется текущее время системы. Во втором, тут специально сделана задержка в 2 секунды, чтобы успела отработать предыдущая автоматизация, сохраняющая время завершения заряда. Уведомление, в котором рассчитывается разница между двумя полями ввода дата времени, для получения общего времени зарядки. Уведомление выглядит так, это дает понимание, сколько часов нужно для восстановления полного заряда аккумулятора. Аккумулятор заряжен, теперь самое время установить его в бесперебойник. Второй контур из DC UPS, которыми оборудованы все мои критические устройства, об этом я рассказывал в видео про свой центр умного дома, позволяют безболезненно и без влияния на работу, отключать-подключать этот ИБП. Вот моя сборка по сравнению с штатным свинцово-кислотным аккумулятором на 9 Ач, который уже имел возможность хорошо потрудиться за свою непродолжительную, но весьма насыщенную событиями карьеру. Внутри без перебойника. Конечно, в самом начале еще перед сваркой, я уже делал примерку аккумулятора в такой корпус. У меня есть еще один третий нерабочий APS650, который никак не соберусь отнести в ремонт, так что тут сюрпризов не ожидалось. Перед сборкой, холодный старт без перебойника от аккумулятора. Все в порядке, он запустился, можно собирать корпус. Готово. Обычный простенький APS650 теперь имеет не только Zigbee реле с энергомониторингом на выходе, но и мощные литий-железо-фосфатные аккумуляторы с емкостью в 15 Ач, что более чем в два раза больше от его изначального аккумулятора на 7 Ач, который был с завода. Интерфейс управления бесперебойником, аккумулятор полностью заряжен, потребление в штатном режиме. Запускаем прогон. В поле начала тестирования зафиксировалось время старта, в Telegram пришло уведомление, теперь осталось ждать, пока аккумуляторная сборка полностью разрядится. Аккумулятор продержал нагрузку 3 часа 47 минут, неплохой прирост сравнительно 1 часа и 4 минут на старом аккумуляторе. Согласно новому алгоритму подсчета, который учитывает и внутреннее потребление бесперебойника, было отдано более 170 Вт часов энергии, что составляет почти 88% от первого теста, где аккумулятор разряжался напрямую. По сути, это и есть КПД источника бесперебойного питания, что на мой взгляд неплохо. Аккумулятор теперь будет заряжаться, это видно по выросшему до 22 Вт собственному потреблению бесперебойника, а с учетом его емкости, зарядка продлится не менее 16 часов. При редких отключениях электричества это не страшно. В результате модернизации я из старенького и простого бытового бесперебойника получил интегрируемое в умный дом устройство с емким аккумулятором с жизненным циклом порядка 5000 зарядов-разрядов. Причем если сравнивать по стоимости, литий обошелся примерно как 2 таких как у меня свинцовых аккумулятора на 9 Ач, которые живут хорошо если 300 циклов заряда, это видно по моему экземпляру. Большим достоинством литий-железов-осфатных аккумуляторов, кроме высокой емкости и огромного срока службы, является то, что ими легко заменить стандартный для бесперебойников свинцовый аккумулятор. Этот процесс я и хотел показать в своем обзоре. Надеюсь, что он поможет обрести вторую жизнь с забытым в кладовках УПСом, которые еще могут выручить сложный момент. На этом все, если вам было интересно ставьте лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на устройство, текстовое описание и другие обзоры упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok